Беспрецедентный объем средств выделен по национальному проекту безопасные и качественные дороги на ремонт уличной сети Барнаула в этом году. Преображения продолжаются и в городских парках в общей сумме на треть миллиарда рублей. Массово благоустраивают и дворы краевой столицы. Новый облик до конца теплого сезона обретут свыше полусотни придомовых территорий. О глобальных переменах городской среды и выполнении национальных проектов подробнее нам сегодня расскажут глава Дорожного комитета города Валерий Ведяшкин и заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Алексей Пахоменко. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Валерий Иванович, первый вопрос вам. Сначала поговорим о насущном, о дорогах. Вот насколько серьезно уличная сеть города в этом году обновится по национальному проекту? Где уже проведены работы, а где еще предстоят? В текущем году в рамках нацпроекта запланирован ремонт на 12 участках уличной дорожной сети города Броново и строительство участка автомобильной дороги по улице 65 лет Победы от Сергея Семенова до Павловского тракта. Работы в настоящее время у нас ведутся на 10 участках активно. Очень высокой стадии завершения, окончания работ на трех участках. Это у нас проспект Космонавтов от Солнечной Поляны до Ганьбинского тракта. Это улица Гущина в границах от улицы Кавалерийской до улицы Попова и улица Островского от Гущина до улицы Юрина. То есть там уже завершаются работы по нанесению дорожной разметки и объекты будут уже вводиться в эксплуатацию. На других объектах работы также активно ведутся в соответствии с графиком, поэтому здесь мы никаких рисков и отставаний не видим. А сколько всего в этом году выделено средств по национальному проекту? И вот это больше или меньше по сравнению с прошлым годом? В текущем году в рамках нацпроекта выделено 916 миллионов рублей порядка. Это чуть меньше прошлого года, однако в целом по протяженности и по тем показателям, которые необходимо нам достичь в рамках установленных в федерации, то есть мы здесь движемся в плановом режиме. Ну а как вы в целом вообще оцениваете развитие дорожной сети в рамках национального проекта? Стала ли она безопаснее? То есть отвечает ли она в принципе главной цели программы? Безусловно, участие города Барнаула в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» он положительно сказывается на уличной дорожной сети города. И мы это видим, основные у нас показатели – это улучшение нормативности и снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Когда мы заходили в 2017 году в нацпроект, нормативность наших дорог составляла 37%. Вот с 2017 по 2022 год мы достигли показателей уже более 78% нормативности. То, что касается аварийности мест концентрации ДТП, также здесь хотелось бы отметить положительную динамику. Если при старте в программе у нас было 42 места концентрации ДТП, то по итогу аварийности 2022 года у нас в два раза снизилось количество мест концентрации ДТП. Их 20 осталось. Поэтому все-таки положительную динамику мы видим. Дороги у нас стали более безопасные, более качественные, более комфортные для жителей нашего города и гостей. Алексей Евгеньевич, ну теперь вопрос вам. А вот что можно сказать о благоустройстве дворов по национальному проекту и вообще насколько активно в этот процесс включены жители города? Проект по благоустройству у нас тоже уже длится седьмой год. Вот с 2017 года, когда был первый пилотный год, уже благоустроено за шесть прошедших лет 466 дворов и в этом году еще 63 двора. То есть мы уже за 500 дворов перейдем за вот этот период. И сказывается это, ну если говорить о активности жителей, да, все-таки в части дворов. Эта программа носит все-таки заявительный характер. Она основана на обращениях самих граждан, которые хотят благоустроить свой двор именно в том виде, в котором они его вот видят. В том, что они хотят. Где-то больше, соответственно, в виде детские площадки, где-то видят жители больше парковочные зоны. Ну то, что наиболее необходимо в том месте, где вот они хотят. Так вот, и с каждым годом активность увеличивается. Если первые года, вот 17-й, 18-й год, мы, 19-й даже еще, мы, администрация города, администрация районов, прямо ходили по управляющим компаниям на собрания с жителями, на, не то что уговаривали, но информировали, их рассказывали, чтобы поучаствовать, хорошая программа, можно то-то, то-то получить, благоустроить свой двор. То сейчас, скажем так, у нас вот по поданным заявкам на следующий год, три претендента на место. Угу, серьезная конкуренция. До, после 2025 года, который на данный момент у нас считается, как бы, крайним годом реализации проекта. И, соответственно, видя такой отклик, он не только в нашем регионе, он везде, видя такой отклик жителей, я думаю, он будет и дальше, и дальше работать. А вот скажите, жители вообще многих дворов, вот помимо основных работ, которые там предусмотрены, выбирают дополнительное благоустройство и, ну, отдают вот свои кровные? Практически все, практически все, вот только все зависит от того, что именно они хотят на данном дворе. Там дополнительный перечень, это вот как раз состоит, который требуется финансирование жителей, он либо состоит, либо из оборудования детских спортивных площадок, либо парковочных зон. И вот здесь вот, ну, здесь первенство вот по этому году, кто-то, конечно, голосует и за то, и за другое. И готов вкладывать деньги полностью в комплексное благоустройство двора, что и парковочные зоны, и детские площадки, где-то что-то. Но вот по этому году, вот из 63 дворов на 57 будут установлены новые детские площадки, и на 40 из этих 63 новые парковочные зоны. То есть где-то они даже, наверное, по большей части и пересекаются, будет и то, и то. Где-то, ну, чисто по очкам, как бы детские площадки выигрывают. А кто вообще принимает дворы? Вот часто ли бывают нарекания от жителей на качество работы? И если бывает, то на что чаще всего жалуются люди? Дворы принимает комиссия совместная. Там у нас участвуют и депутаты, и Барнаульской городской думы, и Краевого законодательного собрания, и представители Народного фронта, и управляющие компании, и от жителей обязательно избранное лицо, которое представляет их интересы при приемке, и, соответственно, там технический надзор, который за качество и объемы работ отвечает, ну, и представители администрации города, и района, само собой, в обязательном порядке, как заказчик. На что жалуются? Знаете, тут по каждому дому очень строго индивидуально. Где-то какие-то моменты, которые совершенно вроде бы не зависят от проекта, программы. Вот не далее, как вчера, допустим, на одном из домов на улице Балтийской мы встречались с жителями, где приняли решение делать еще кусочек тротуара, который не вошел в изначальный проект. На стадии планирования жителям показалось, что его там не нужно, теперь они передумали. Есть, скажем так, такие моменты, которые где-то просел асфальт. Естественно, это все надо, люди обращаются, жалуются, но оказывается, на том месте, допустим, был погреб в свое время, плохо засыпанный, да, и все это нужно, на стадии строительства невозможно было определить, что он там был когда-то, а потом, когда уже машины начали стоять на этом месте, уже вот пошли эти. То есть, ну, в каждом дворе могут быть индивидуальные. Свои, в общем-то, какие-то недочеты. Где-то вот, большей частью, это все решается на 90%, если не больше, это на стадии вот работы. То есть, жители видят что-то, хотят уже не по проекту, не по бумаге, а уже вживую это видят, что-то хотят изменить, что-то видят, обращаются, и мы всегда идем им навстречу, чтобы привести вот проект двора максимально в то соответствие, как и хотят видеть именно жители, хотят вот они какой-то там, ну, шаблон, да. Ну, и какие-то, конечно, по гарантийным обязательствам власть, вот таких, как я говорил, что там, что невозможно сразу на стадии строительства обнаружить. Ну, то есть, замечания устраняются довольно быстро, а вот кто их, опять же, оценивает? Опять же, снова комиссия? Ну, подрядная организация несет, соответственно, согласно закону, гарантийные обязательства в течение трех лет на благоустройство. Если жители, управляющие организации видят, что какие-то проблемы, что-то нужно доделать, доработать, там исправить, они, соответственно, обращаются в администрацию района, к нам в комитет, как к заказчику работ, мы, соответственно, это комиссионно подтверждаем, то есть, это действительно гарантийный случай, или это там, допустим, вандал сломал качелю, соответственно, сами понимаете, подрядчик не несет ответственность за такие случаи, да. И если это гарантийный случай, мы подтверждаем, и подрядчик исправляет в рамках гарантийных претензий. Когда начнется сбор заявок на благоустройство дворов уже, которые вот в следующем году, да, работы предстоят, и вот по предварительным прогнозам их число уменьшится, увеличится? Я уже об этом говорил, заявки мы принимаем до 1 мая, это связано, то есть, на 24-й год прием заявок уже закончен, сейчас в любой момент можно подать заявку на 25-й уже год. Связано это, что до 1 мая с тем, что необходимо, соответственно, изготовить сметную документацию, изготовить и проверить проектную документацию, все эти, вот, я говорил, огромное количество заявок в этом году, по 3 претендента на место, все их необходимо проверить, а все проходят заявки, встречу на общественной комиссии в администрации города, где приглашаются жители, свои заявки защищают, их оценивают в Бальном, и вот уже к, соответственно, к осени, чтобы пройти весь этот процесс и подготовить, соответственно, конкурсную документацию на выбор подрядчика. Чтобы он уже весной, в теплый период, мог спокойно зайти, никуда не торопясь. Ну, не меньше их будет точно, наверное, да? Я думаю, да, но и на 25-й год тоже. Ну, давайте ближе к завершению интервью еще уделим внимание паркам, да, нашим зеленым зонам, мы знаем, что они сейчас активно благоустраиваются, вот что уже сделано, насколько парки трансформировались и что еще предстоит сделать? Да, у нас в текущем году ведутся работы на трех территориях, да, это парк культуры и отдыха «Центральный», это парк «Юбилейный» мы продолжаем работу, и продолжаем работу в парке «Изумрудный». В парке «Центрального района» у нас выполнен основной объем работ по дорожкам, завершаются работы основные на 80%, выполнены работы по ремонту фонтана, фонтан преобразится, он станет современнее, комфортнее, очень красивый, поэтому, я думаю, он доставит жителям, гостям города очень много положительных эмоций. Вот, будут продолжены также работы по устройству освещения, камер видеонаблюдения, установка малых архитектурных форм и посадка зеленых насаждений. То, что касается парка «Юбилейный», здесь у нас основной фронт работ связан с обустройством велопешеходной инфраструктуры, у нас там будет дорожка велосипедная протяженностью 3-6 километров, то есть основные работы также подрядчик по данной дорожке завершил, завершаются работы по асфальтировке, будут завершены работы у нас по устройству освещения, камеры видеонаблюдения и также посадка зеленых насаждений. По парку «Изумрудному» хотелось бы отметить, будет строительство у нас амфитеатра, ремонт идет входной группы, вы, наверное, тоже все видели, жители нашего города обратили внимание, что ограждение парка мы уже заменили в рамках ремонта обустройства, теперь идут основные работы по входной группе. Также там продолжена будет работа по дорожкам, освещению, малоархитектурные формы и посадка зеленых насаждений дополнительно. Поэтому в целом работы также ведутся в соответствии с графиком высокой степени готовности по парку «Изумрудному», по парку «Юбилейному» и парк также «Центральный». Вот в следующем году еще одна зеленая зона у нас будет благоустраиваться, причем такая большая, бывший парк имени Ленина, это объект-победитель народного голосования, многие об этом знают. И знаю, что вот в июле уже приступили к разработке проекта по этому парку. Вот кто принимает участие в этой работе и какие основные требования предъявляются вот к этому документу, к этому проекту, что он должен содержать? Разработкой именно проектно-сметной документации мы еще не занимались, потому что сейчас мы на стадии эскизного проекта, и он будет сформирован. И до конца текущего года у нас задача как раз разработать проектно-сметную документацию, чтобы уже провести торги на обустройство данной территории. Валерий Иванович, а может быть вы уже как-то оценивали содержание этих анкет? Вот что-то сейчас уже можно сказать, о чем люди вообще мечтают, чего они хотят? Ну, здесь действительно так в приближении смотрели, да, кто-то все-таки хочет спокойный парк, где можно отдыхать, кто-то хочет, чтобы там были больше спортивных вело, таких вот мест, именно площадок, где можно более активный отдых проводить. То есть мнения разнятся, но от большинства зависит концепция парка. То есть вот вы сейчас говорите, там, тихий спортивный парк, пока она не определена окончательно. Да, пока она, да, окончательно концепция не определена. И все-таки решающее слово за большинством голосов, я так понимаю, да? Да. Спасибо большое за участие в интервью, а я напомню, что сегодня о реализации национальных проектов мы разговаривали с главой Дорожного комитета города Валерием Ведяшкиным и заместителем председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Алексеем Пахоменко. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok